Большая экспедиция больших любителей туризма и активного отдыха. На днях завершилось трехдневное путешествие клуба активного отдыха «Белый Лис». 20 участников на 16 снегоходах проехали более 600 километров к природному памятнику «Каменный город» в Тиманской тундре. Ненецкий округ обладает немалым количеством памятников природы. Заглянуть в красивейшие места заполярного края можно практически каждому, считают члены клуба активного отдыха «Белый Лис». Группа сложилась из почитателей отдыха на природе, тех, кому вечерние посиделки у костра не заменит турецкий пляж. Вот и в этот раз они поставили себе новую цель – изучить Тиманскую тундру. В прошлом году, примерно в это же время, в марте, мы съездили на двух снегоходах на Тиман и поняли, что это такое просто обалденное место, где можно было бы развивать внутрирегиональный туризм. Потому что на основании этого маршрута можно сделать походы входного дня. То есть буквально один рабочий день задействуется. В пятницу выехали, в воскресенье вернулись, при этом побывали в просто роскошных местах. Это каньон «Большие ворота» и каменный город. Экскурсия «Жемчужина Тимана» – это небывалые красоты каменные изваяния, ослепительно-снежная равнина и рев снегоходов. Активный отдых на природе, уверены участники поездки, придется по вкусу жителю с большой земли. Новичок в мотопоходах Николай Ганеев все еще находится под впечатлением. Как любитель сноуборда, ему больше всего запомнились крутые склоны и много снега. Я таких мест еще ни разу своими глазами не видел. Но это что-то с чем-то. Потому что не думал, что в нашем округе есть такие места. У меня не было с собой сноуборда, а там были места, где можно было скатиться очень хорошо. Тем более я в горах еще не бывал. А это самое ближнее место, где можно на доске действительно долго съехать. Помимо активного отдыха и изучения местности, участники экспедиции поставили себе еще одну задачу – установить поклонный крест в память об оленеводах Северного Тимана, которые не вернулись с фронта. Из-за сильной пруги установить памятный знак так и не удалось. Поэтому участники экспедиции вернутся сюда уже летом.